Добрый день коллеги. Компания ЮгПолив многим известна. Начинали мы уже работаем с 2007 года. Начинали как компания, которая занимается проектированием систем рашения, установкой, монтажом. Но на определенном этапе чем больше мы обработаем, тем больше мы понимаем, что для наших партнеров сложность возникает не в том, чтобы найти какого-то специалиста в какой-то узкой области, а найти специалистов, которые вам предоставят весь спектр того, что нужно вам для закладки плантации, для внедрения ее. И на определенном этапе эволюционно мы пришли к тому, что сейчас мы предлагаем новые решения. Это проекты под ключ с полным сопровождением. Что они все включают? Сейчас девушки разберутся с флешками. Нашли? Нет? С собой есть флешечка. Только не здесь, а там. Сейчас. Алексей, Королев, принеси пожалуйста этот ноутбук. Сложно рассказывать без слайдов. Вот. Ну в двух словах скажу еще. То есть прежде чем предлагать такие комплексные решения, достаточно это серьезно и ответственно, мы это протестировали на собственных участках. У нас есть две собственные плантации. Это Ивановская область и Воронежская область. В Ивановской области это уже 4 года плантация. Там первоначально пытались выращивать голубику, землянику, малину, жимолость. Вот из всей этой линейки прижилось земляника. В настоящий момент там выращиваются традиционные сорта, мальвина и румба и ремонтантные. Это Сан-Андрес и Альбион. И плантация жимолости. Голубика не прижилась, потому что вымерзает. Ну с малиной тоже возникают определенные сложности. То есть на этих плантациях мы отработали технологии, поставили растворный узел, поставили систему орошения, разработали систему питания, провели сорты испытания, подобрали сорта. И уже с готовым пакетом мы вышли на рынок и предлагаем услуги уже по комплексному предложению, полностью сопровождение, которое включает в себя разработка, предварительный аудит плантации, выбор стратегического планирования развития с учетом перспективы расширения как по площади, так и по культурам, подбор посадочного материала, разработка системы орошения, выбор способа подачи удобрений, разработка системы питания и непосредственно агрономическое сопровождение, которое ведут наши агрономы-специалисты. Сейчас одну секундочку, флешку вставим и я все вам покажу. Так, ну наше видение концепции комплексного предложения видится вот так, что есть группа компаний Королев Агро, имеющая достаточно большой опыт по разным направлениям деятельности. Мы поставляем собственный посадочный материал, мы поставляем растворные узлы, разрабатываем систему орошения, мы поставляем удобрения, регуляторы роста, разрабатываем программы питания и оказываем агрономическое сопровождение. Что включает в себя агрономическое и техническое сопровождение, там подробно не буду расписывать, это планировка участка, аудит участка, планирование, как я уже говорил, перспективы развития как по культурам, так по площадям, проектирование системы орошения, выбор системы орошения, обоснования, подбор насосного оборудования, планирование питания, защиты технологических работ, ну и непосредственно сопровождение проезда, который заключается как непосредственно выезд на плантации заказчика, так и онлайн-сопровождение путем современных средств коммуникации. Расскажу о двух проектах, которые с нашей точки зрения достаточно интересны, потому что они делались вообще с нуля полностью. Вот маленькая такая информация, то есть чистый город, Тверская область, Калязинский район. Садовый ягодный проект площадью 20 гектаров с перспективой расширения. В прошлом году закладывала земляника 2 гектара. Опыт выращивания полностью отсутствует, ребята занимались совершенно другим видом бизнеса. Из всего этого поставили посадочный материал, наша компания Шуйская ягода поставила, разработали систему капельного расширения, поставили растворный узел Аграджет, который очень сильно спас эту компанию в непростых условиях, о чем я скажу чуть позже. Разработали программу питания, поставили удобрения, ну и, соответственно, оказывали консультации. Ну, для того, чтобы где находится примерно, вот Москва, вот находится где проект, вот достаточно северный регион, очень сложный, вот, но в любом случае проект был реализован, несмотря на это. То есть, что включает в себя проектирование системы расширения? Как я уже говорил, мы разрабатываем полностью карту, которая с перспективы расширения, где что будет, какая культура будет выращиваться, каким образом будут поливаться, подбирается насосная станция под этот проект с учетом перспективы расширения, причем насосные станции делаются как любой сложности, под любой, как говорится, кошелек. Вот, вот, самостоятельно мы делаем растворные узлы, агроджет, агромикс, в зависимости от культуры. Автоматизируется система полива, система внесения удобрений, вот, ну и вот примерно вот так выглядит, как бы этот непосредственно блок, общий блок с маточными растворами, с узлом внесения удобрений, с подкислителем, с фильтростанцией и так далее. Ну и за оборудование мы используем только проверенное оборудование, потому что, как показывает практика, и сегодня даже многие говорили, что если ты сэкономишь первоначально, потом заплатишь гораздо дороже, поэтому мы компания, которая выполняет свои гарантийные обязательства, мы стараемся предоставлять оборудование, которое работает долго, надежно, вечно, в основном это израильская компания, это касается и фильтростанций, и кабельных лент, и счетчиков. Так вот, то, что я говорил, сами наши компании также имеют свой инженерный отдел, мы проектируем насосные станции любого вида сложности, кроме того, у нас есть еще собственное производство, о чем я уже говорил, мы делаем сами растворные узлы, сами делаем растворные узлы и сами проектируем шкафы для управления насосными станциями. Это могут быть простые шкафы или шкафы с частотным преобразователем и так далее. То есть оборудование полностью, которое было смонтировано на этом проекте, все было поставлено, спроектировано и частично изготовлено нашей компанией. Хотел бы немножко поглубже остановиться на растворном узле, то есть сейчас, в настоящий момент уже многие коллеги и наши, и зарубежные партнеры говорили, что очень большое значение имеет в первую очередь вода, непосредственно сама, которая подается, которая берется, и естественно весь маточный раствор, как он подается. Ну, по крайней мере на Западе все больше и больше, уже, наверное, нет таких компаний, которые работают через проточные баки, их называют еще фертигационные баки, все уходят на более продвинутые способы внесения удобрений. Один из них – это Аграджет. Это узел внесения удобрения проточного типа, где сам растворный узел инсталируется непосредственно в существующую трубу, в проточную. Естественно, предварительно он забирает воду из маточных баков, которые предварительно перемешиваются. Вода подкисляется, анализируется по HEC полученного раствора, как бы, да, в случае необходимости проводятся корректировки. Создав РАС-программу, можно ее использовать потом в неограниченное количество времени. Вот. Ну, скажу так, что, как я уже сказал, что на данном проекте не было ни агронома, был просто управляющий, человек ответственный, который вот просто ему что сказали, то он и делал. Причем достигал очень хороших результатов. Вот. Поэтому для того, чтобы управлять этим оборудованием, которое кажется сложным, нужно быть просто ответственным, ну и иметь какие-то базовые навыки работы с компьютером. Как я уже говорил, что внедрение системы подачи питательного раствора, она тесно связана непосредственно с управлением полива по блокам. То есть участок делится на блоки, каждый клапан прорисовывается, то есть это визуальная картинка выносится на монитор экрана. Вот. И в режиме реального времени вы можете видеть, что поливается. Вот. В кулуарах спрашивали коллеги, что, а правда, что вот если вы поставим это оборудование, мы на вас подсаживаемся, и все. И каждый раз выезд вашего специалиста, мы будем платить бешеные деньги, чтобы вы нам исправили какую-то там мелочь, которая сломалась. Говорят, нет, неправда. Мы живем в век интернета, вот. И при условии, что на объекте есть интернет, наш специалист там с любой точки России может подключиться и в режиме реального времени скорректировать полив. Вплоть до того, что у нас даже был случай такой в Кабардино-Балкарии, когда мы поставили систему автоматизации, две недели они не могли найти сотрудника, который мы будем этим делать. И наш сотрудник из Краснодара поливал в Кабардино-Балкарии с помощью вот этой визуальной картинки. Вот. Так. Ну, непосредственно сам участок. Участок, как вы видите, еще в 2018 году там стояло такое мелколесие, которое вот там сзади видно. Была проведена раскорчевка, выборка корней, вспашка, культивация. И весной 90-х годов только закончилась подготовка почвы. То есть, в принципе, реализация проекта такая достаточно была авантюрная с точки зрения заказчика. Но он пошел на это и, в принципе, не пожалел. Естественно, был проведен химанализ почвы. Как видите, что если ППХ, там параметры ПХ, ЕСИ, то есть почва достаточно бедная. Выращивание было принято, выращивать решено было на высоких гребнях. С использованием мульчирующей пленки схема посадки выбрали. И, учитывая наш опыт и вот наш опыт нашего сорта испытательного участка в Ивановской области и приближенность этого региона к нашему заказчику, основные сорта, которые были выбраны, это Сан-Андрес, Альбион, это ремонтантные традиционные ромбы Портолы и Флоренс. Как я уже говорил, были разработаны системы питания на основании данных. Программа фертигации, программа основного внесения, программа листовых обработок, программа защиты. На чем хотел бы обратить внимание. Ребятам не везло с самого начала, мало того, что они весной только закончили подготовку почвы и после высадки у них практически начались дожди. Кто-то помнит прошлое лето? Три недели шли дожди. И вот это поле примерно выглядело вот так. То есть там проводились не милиционные работы, но не с точки зрения полива, а с точки зрения осушения. То есть лились дожди, это пойма реки. И стояла вот такая вода, три недели. Но чтобы как-то поддержать растение в этой ситуации, нашим агрономам было принято то, что во время дождей, чтобы поддержать уровень питательных элементов, который активно вымывался, делался концентрированный раствор до 4 миллисимонсов и подавался непосредственно туда, чтобы что-то оставалось в почве. Данная стратегия подкормки позволила растениям поддерживать метаболизм и быстро восстановить свою ростовую активность сразу после окончания дождей. То есть 14 июля, 4-4 дня после окончания дождей, ну, плантация выглядела уже вот так. То есть растения достаточно здоровые, яркий окрас. Ну, все это благодаря тому, что фертикационный узел, растворный узел Аграджет, который позволяет выдерживать такие концентрации, настраивать их. Вот. Ребята это спасло просто. Ну, а после того, как все стало на место, как бы там, да, пришли к стандартной системе внесения удобрений утром и вечером, два раза в сутки. Вот. И поддерживали PH 5,5,5,7 и ESI на уровне 0,8-0,9 мини-сильный сув. Вот. 2 августа начался сбор традиционных сортов. Первая планология начала румба. Вот. Ребята придумали себе хороший бренд. Вот. Называется Тверская ягодка, там, или Медвежья ягодка. Как видите, ягоды хорошие, здоровые, вкусные. Вот. 4 сентября плантация находилась в фазе полного плодоношения. Хороший урожай. Листовой аппарат здоровый, клиенты довольны. Вот. Ну, и провели небольшие качественные замеры по каждому сорту. Вот. Можно ознакомиться с ними. Вот. Ну, и по урожаю, как бы, кто-то скажет, большой, небольшой урожай. Ну, в принципе, для первого года работы у людей, у которых ничего не было, получился достаточно неплохо. Вот. Хотелось бы отметить, что правильное питание по ремонтантным сортам позволило получать урожай практически до середины октября, до заморозков. То есть, если бы заморозков не было, то продолжали бы дальше это и собирать. Другой проект — это земляки ваши, это Кавхада в Летшином, Бекутеево, Татарстан. Вот. Большой садово-ягодный проект, комбинированный. Вот. На момент начала агроспровождения имеется сад, плантация малины. В 2019 году решили заняться земляникой. Ну, опыт выращивания земляники также отсутствовался. И фактически вся разработка пошла по той же схеме. В отличие от предыдущего проекта, единственным условием, что здесь тоже все делали мы, но кроме растворного узла, здесь мы поставили фертигационный насос. В принципе, устройство более простое, но не менее эффективное. То есть, данное хозяйство отличается повышенной исполнительской дисциплиной, поэтому если что-то сказали, обязательно будет сделано. Поэтому каждый день, утром и вечером, с помощью фертигационного насоса подавались удобрения, необходимые пропорции, необходимого количества. Вот. И тоже получили достаточно хороший урожай. Ну, непосредственно, как бы, вот, кто задумывается по поводу внесения удобрений, и у кого не хватает средств, особенно если это небольшие проекты, то, в принципе, на наш взгляд, фертигационный насос является одним из таких достаточно удобных способов внесения, в отличие от фертигационного бака. Опять же, его можно сделать мобильным, то есть, вот, на крановые группы делается врезка, в принципе, можно подключать, отключать, приносить в другое место, подключать. Достаточно удобные вещи, и вот сейчас многие ягодные проекты тоже, как бы, его используют. Вот. Сорта были в основном Сан-Андрес и Альбион. Вот. Ну, соответственно, посадка производилась, тоже по рекомендации вся, использовалась вся необходимая техника. Вот. Применялись удобрения, которые рекомендованы компанией ЮхПолив. Вот. Ну, опять же, по рекомендации наших агрономов, первые цветоносы обрывались, создалась мощная корневая система, что обеспечило, там, активный рост листового аппарата. Вот. Как говорил же, полив отшлялся два раза в сутки, как бы, там, да, под контролем непосредственно. Вот. Ну, и показатели почвы держались в этих пределах. Ну, соответственно, как бы, начало сбора тоже первой декады августа. И вот, как сказали, если не слукавили, собирали вплоть до 28 октября. И опять же, пока мороз не застал их. Вот. Ну, счастливые люди, которые собирают ягоды. Вот. Ну, и кратко. Наша компания предлагает широкий спектр услуг. Вот. Начиная от планировки закладки плантации, профессионального проектирования системы рожения, выбор сортов, стратегии выращивания, разработка систем питания, внедрение эффективных инструментов фертигации. Вот. Ну, самое главное, это, конечно, исполнительская дисциплина. То есть, эти проекты характерны чем? То, что люди, которые делали первый год, не имели никакого образования, и, например, в первый же год получили достаточно неплохие результаты. Ну, и, как всегда, надежный профессиональный партнер рядом, который помогает все это делать. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое, Владимир. Вопросы у нас есть? Да, пожалуйста. О, давайте там отмечнем. Еще раз, здравствуйте. А подскажите, были ли плохие проекты, вот, в которые вы вступили, и у людей ничего не получилось, или получилось не то, что они хотели? Вот, вы показали два хороших проекта, а были ли проекты неудачные? А в микрофон можно? В прошлом году был проект, который нельзя назвать удачным, но здесь мы к нему приступили уже на этапе, когда заказчик приобрел сорта, которые, наверное, не совсем подходили. К тому региону, где они выращиваются. То есть программа работала, когда мы были на аудите на месте, то есть растения активно развивались, активный цветонос, активное цветение, но ягода не завязывалась. То есть, в принципе, да. Мы проанализировали все и пришли к тому, что, скорее всего, просто данный сорт не характерен для данного региона. Возможно, просто где-то в другом месте про себя проявится. Это был какой-то голландский соц, не ошибаюсь. Вот, то есть, такое было. Что? Может быть, частично не было пчел, может быть, что-то еще, да, что-то не... Ну, возможно, возможно, возможно. Но здесь, как бы, да, возможно. Были такие вещи, как бы, ну, по крайней мере, есть понимание, почему это происходит. И поэтому я говорю, что если что-то делать, нужно делать сразу сначала, как бы там, да, а, как говорится, коней на переправе не меняют. Можно что-то подкорректировать со временем, но не всегда получается. Это регион был Башкирия. Спасибо. Так, у нас следующий вопрос уже готов, да? Здравствуйте. У меня простой вопрос, а была ли какая-то поддержка от государства в этом конкретном проекте? Выдают ли вот настолько маленьким и новым проектам деньги, субсидирование? Может быть, вы как компания работаете с этим? В Татарстане выдают 10 на 90, в других регионах все по-разному. Как вы говорите? Конкретно в этом проекте не было никакой поддержки. То есть человек... Какой? Вот этот проект, который вы сейчас... В Терской? Да. В Терском, насколько знаю, они не стали делать проект, они просто решили там попробовать сами. Но когда будет расширяться, возможно, они войдут в программу. Спасибо. Еще вопросы? Давайте в микрофон зададим вопрос. Еще раз. Ладно? Меня вот интересует экономика. Мы вам рассказывали вот сейчас. Нет, именно по водополиву, по системе... По системе полива сколько стоит 2 гектара полива? Да. Затраты конкретно. Как я уже сказал, сложно сказать. Могу сказать вилку просто. Она зависит от, во-первых, перспективы расширения. Потому что если вы закладываете 20 гектар, наверное, неразумно ставить трубы там заниженные, которые только на 2 гектара. Но так от 8 до 120 тысяч это все, что по полю идет. Это без системы автоматизации, без растворного узла такая, ну, скромненькая система идет. Что еще раз? Это на гектар. На гектар. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!